Всем привет дорогие друзья, с вами снова Зарбаба и сегодня мы поиграем в демо версию игры под названием Arctic Awakening. Это сюжетное приключение от первого лица, действие которое происходит в суровой Арктике. Наш самолет разбился во время бури, у нас остался только назначенный судом робот для терапии, с которым мы путешествуем, чтобы найти своего второго пилота и раскрыть темные тайны, скрытые подо льдом. Игра должна выйти в этом году, указан только год, точно это пока релиза нет. Это демо версия, она бесплатна в стиме пока идет в фестиваль. Ссылочка будет в описании под видео, кого игра заинтересует. Ну а мы начинаем, всем приятного просмотра, буду очень рад, что вы лайком и комментарием. Поехали, играть! Где-то над Аляской, апрель 2002 года. Субтитры подогнал «Симон» Донаван, 15 минут до падения. Что? Я в это время так все это дерьмо не съеду. Даже немного смешно. Эти пайки, ага-ага, раскрути эти трусики, эдер, беги сюда. Не пошутил бы, если бы Тихий океан поглотил ваше жилище. Просто верни на жратву, как ты сказал. Никогда не любил эти неожиданные штормы. На данный момент автопилот не справится ни с чем, но если мы попадем в эти белые шапки при приземлении, вы будете рады, что я сказал вам пропустить бед... Ты думаешь, наперед, а? Весь мир тает. Так что же ты делаешь? Купить водяной самолет? Так, мы уже играем? А, отлично, мы уже играем. Привет, Кай. Я думал, тебе пригодится какая-нибудь компания. А, и ничего, если я присоединюсь к вам ненадолго? Да, без проблем. Не могу позволить, чтобы здесь стало слишком тихо. Итак, до моего приезда вы чувствовали себя мирно? О нет, мы сейчас этим не занимаемся. Если вы и дальше будете сбегать этих разговоров, это не будет хорошо сноряться в моем отчете. Люди рассчитывают на меня. Нужно заточиться на падение предложения. Но похоже, что автопилот задействован. Может, тебе стоит вместо этого обратить внимание на своих детей? Привет. Не вовлекай мне их в это? Нет, пока я на работе. Черт возьми, голодаешь здесь, устраиваешься на все эти пайки. Кстати, вы были в этом новом баре 5-го числа от Мерли? У нас есть олень и колбаса. Это уже не совсем тот тип бара. А, давай. Ударим. Закончили подготовку? Готовы те материалы? Я воспринимаю это как да. Бар на закате. Они всегда оставляют на ветеринарам часть избранной еды. Это не то, что я просто заканчиваю там. Мы почти в пределах досягаемости. Почти могу попробовать. У тебя не было олени и колбасы, пока ты не был в этом месте. Я не знаю, как они это делают. Жареные, жареные и то и другое. Хотя это приправа. Ммм. Ммм. В общем, вы должны это учитывать. Немного пообщаться, может быть, вам полезно. С тобой на боксере? В ветеринарном баре? Они смеялись надо мной не с места. Возможно, смогут добиться отсюда особого разрешения. Мне бы... Окей. Замечательно. В общем, перевод пока косячный. Но писали об этом в предзагрузке. Когда будет релиз, то его, конечно, подправят. Что за хрень? Мы потеряли инструменты. Дерево, дерево один. Чарли, эхом просят экстренной помощи. Анкоридж, ты копируешь? Так что внимательно на это не смотрите, да? Мы теряем. Мы падаем. Ебаном, мать, хвоста нет. Прошло, что ты имеешь в виду, ушел. Я имею в виду, его нет. Не забудь про эти коробки. Давай, давай. Только не снова. Вернись ко мне. Я ничего вообще не вижу. То есть он-ка спрыгнул с парашютом. Класс. А ты решил остаться, что ли? Я по-любому не успел бы. Жестко. Первое пробуждение. Эпизод первый. Первое пробуждение. Так. Так. Продолжение следует... Донован? Донован! Так, пустая... Донован, ты слышишь? Донован, эй, ты? Где-то чертов дрон. Так, я вроде как вижу, что пустая средняя коробка, но она пустая, правильно? Капля какая-то. А-а-а, окей. Капля-то, значит, поставить. Продукты. Капля сохранить. О, отлично, можно сохранить. Продукты, на всякий случай, сохраним. А коробку можешь сохранить? Нет, ее нельзя. Коробка с зерном. Сохранить. Эй, дрон! Вставай! Так, подожди, я еще пособираю пока. Все-таки это еда, может пригодится, блин. Да, дроны сейчас мы найдем, подожди. Подушка. Надо подушку брать с собой? Да, ее тоже можно сохранить, хорошо. Скала. Ох, положи, ладно, тяжелый, согласен. Пошли, ладно, будить дрона. А, еще подушка, давай возьмем. Переделанный лом, не на что негодный. О, здравствуй, сэр. Я должен быть неожиданно отключился. Да, так и я. Вы можете найти трекер Донаван? Вау, он был прямо в задне. О, моя, господи, мы сняли? Все, все хорошо? Там, ты снялся. Где Донаван? Один момент, когда я сканю для интернета. Странно, на обычных каналах канала нет. Нет вообще. Начинаем скатить оборудование. Мне нужен... Мне нужен... Так это и есть ситуация, через чайный-то, блин. Насколько я знаю, он справится сам. Кроме того, вы не сможете никому помочь, если сначала замерзнете. Итак, кроме поиска Донавана, чем могу помочь? Я действительно хочу помочь, чем могу. Так, разведай местность. Я посмотрю, что смогу найти в пределах допустимого диапазона. Закон о диапазон, да? Отлично. Ну, он пока ищет, я пошел пока собирать, что у нас тут еще есть. Коробки в пустыне собираем. Пока собираем только еду. Банка содовая, отлично. Пригодится. Еще содовая. Ну, сохрани. Крышка для маленькой коробки. Так, коробка для продуктов. Филиал. Что за филиал? Окей. Соберите три ветки. Так, подожди. Именно ветки, да? Так, есть одна ветка. Прогресса сохраняется. Есть вторая. Так, ну подожди. Там как раз была третья. Да подожди ты. Почему-то он ее не берет. Он берет большую. Господи, я разлетался-то, блин. Черт. Так, мне нужно собрать еще одну ветку. Пойдет. Отлично. Ветки есть. Так, в самолете бы шерсть костер. Ну, давай. Так, он уже вернулся. Молодец. Чехол для солнечных... Для очков. Ну, давай возьмем. Так, вот это уже таблетосы. Войти в кабину. Давай войдем. Так, фигурка Тики. Вась, мы на всякий случай. Что тут еще есть? Больше ничего, да? Так, ладно. Выйти с кабины. Ну и что мы будем делать? Сложите трава в самолет. Так, где тут было разместить? Ну, поджигай, что стоишь, смотришь. Помощник. Крусток от него ноль. Ждем указания, потому что без указания, получается, ничего делать не могу. О! Аварийный ящик. Неплохо. Что у нас? Карман и нож. Замечательно. Взяли. Аптечку взяли. Космическое одеяло. Окей, взяли. Ракетница и патроны. Ну, в принципе, и все. Начальный огонь. Поехали. Используйте гнестрельное оружие. Так, ну это обычная гнива. Не так-то легко, кстати, вот это дело поджечь. Хорошие новости. Я обнаружил два пути отсюда. Хотя мы должны дождаться, пока шторм утихнет, прежде чем пытаться сделать то же самое. К сожалению, ничего такого я не нашел. Просто пустые коробки. Лазер. Вы, кажется, путаете меня с какой-то механикой. Я могу вас уверить, что это не так. К сожалению, я не приспособлен к подобной ситуации. А ты можешь что-нибудь сделать вообще? Ни тепловизора, ни лазеров, никаких полезных функций. Можешь ли вы сделать что-нибудь, чтобы действительно помочь? Я рад обсудить это с вами. Потому что в ситуациях важно сохранять спокойствие. Так что это нет. Ну, ты можешь хотя бы положить сюда еще несколько веток. Давай, я знаю, что здесь что-то горит. Ну, в смысле, коробку можно взять, нет? Поджечь. Типа, еще что-то может быть. Так, ну давай попробуем... Разрезать сиденья. Ну, давай разрежем. Пена для сиденья. Так, хорошо. Я могу только, получается, сесть и больше я не могу разрезать ничего, да? Ладно. То есть, это как раз... Можно попробовать теперь разжечь. С этим-то будет попроще. У нас есть дым. Почти готово. Как-то странно, доски покраснели. Ага, машины у нас еще не заменили. Что-то было, Кай. Ничего такого, продолжайте собирать дрова. Так он даже ни дорожку не принес. Тоже не помощник. Проведи осмотр обломков. Блин, ну окей, ладно. Осмотр обломков. Привет. Кай. Вы там? Слава богу, я думал, что ты потерял тебя. Ты сделал. Какого черта случилось? Что? Вы думали, я шучу по этому поводу? Подожди. Ты не снял залог? Ты на самом деле посадил ее одним куском? Вроде как бы что-то вроде, но я еще не поверял в систему, и этот дрон бесполезен ни для чего, кроме перетаскивания веток. Сейчас должна быть холодная полна, как клещ на толстом олене. Но нет, великий Кай звонит по поводу быстрых денег. Теперь я замерзаю насмерть на нейтральной полосе. Это ты просил меня помощи, приятель. Помнишь? Я был просто дружелюбен. Могу справиться с собой. Послушай, нам нужно сосредоточиться на том, чтобы выбраться отсюда. Где ты находишься? Черт, если я знаю, ты бросил меня в проклятом лесу. Технически ты прыгнул. Мучительный кашель. Так. Начало про убежище, спросим. Найди какое-нибудь убежище. Я возьму несуществующее за 400, Алекс. Тебе нужно согреться, закутаться в парашютах, закопаться в снег. Этот ветер пронзит тебя. Электростанция? Здесь? Где? Даже не знаю, где мы, черт возьми. Я имею ввиду, такой снег в апреле. Все, что мы знаем, может быть, в Сибири. Да, правильно, видели, да-да-да-дам. Мы спасли. Это Донован? Я слышал по радио. Я надеюсь, что с ним все в порядке. Да, он жив. И разозлился. Я просто знал, что мы его найдем. Вещи действительно улучшаются. Смотришь вверх? Мы в глуши, мой самолет разбился. Донован замерзает. Бог знает где, и мы подвели тех, кто остался в живых. Извините, но у меня есть имя, знаете ли. И я не его дрон, я... Не заблуждайте. Вы ничем не отличаете от этого самолета или этих часов. Просто инструмент, который может говорить. Спросите меня, вы оба инструменты. Но хочу сказать, что ты не можешь использовать эту штуку, чтобы найти меня. Локатор сигнала. Да, Донован бесполезен. Нет, бесполезен этот дрон. Может только изливать чепуху без всякой реальной функции. Назвать это орудием было слишком любезно. Вы разочарованы, я понимаю. Но понимаете, разговор пойдет вам на пользу. Разговоры не вытащат никого от нас отсюда и не помогут найти Донована. Похоже, вы только как всегда просто Дэнди. Ну, надо дожить до утра. Асумин, мы продержимся так долго. Просто попробуй отдохнуть. Смотри на приз. Глаз на приз. Хорошо, снова и снова. Вперед, конечно. Классный. Да молодец, что ты вернулся назад. Следует ли мне продолжать собирать дрова? Просто выключи. Нет смысла тратить силы в такую погоду. Кай, как я не отключился? Это не твоя вина. Ты знаешь, что это правильно. Вы справитесь с этим. Мы все будем. Непонятно, почему ко мне его приставили. Что я такого натворил, что судом назначили этого робота? Кто-то шурштит. Упс. Это плохая идея. У нас даже нечем закрыть. У нас хотя бы была бы здесь дверь. Можно было бы идти в кабину. А ты можешь присесть? Эй, проснись. Тише. Слушай. Нужно его отпугнуть. Ну и что, иди, пугай. Я не пойду, блин. Ты-то летать умеешь, блин. А я-то не могу. Слышь. Ты помощник, блин. Классно. Вот я еще пошел пугать, да? Оно мне надо. Нет, Луны, здесь ничего не видно. Я полагаю, тебе не понадобится моя помощь. Поскольку, как выразилось, я здесь бесполезен. Если бы у тебя был этот проклятый модуль тепловидения. У меня есть. Фонарь, вроде. Кай, иди сюда. Кай, иди сюда. Куда ты полетел, блин? Блин, как будто где-то здесь шумит. Ёпты. Бляха-мух, прям здесь. Ну и что куда-то светишь-то? Эй, медведь, убирайся сюда. У нас нет еды. Какой медведь-то? Я не знаю. Есть действительно что-то здесь. Я думаю, что это пошло так же. Но, возможно, это не умеет. Это просто вернется. Не потеряйся. Куда ты полетел, блин? Вот это очень глупая идея. У тебя, вообще-то, есть ракетница, чувак. Можно было хотя бы зарядить. Тем более, если медведь, это вообще бред. Пугать медведкой веткой, это бесполезное занятие. Я не пойму. Звук прям как будто здесь, но никого не вижу я. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Кого там? Я никого не вижу. Я только слышу, и все. О, это дурацкая затея. Дурацкая. О, я вижу глаза. У меня, походу, галлюцинация, да? Я согласен. Пошли назад. Ну и че? Я пошел лично спать. Странно, да? Ветку положить не могу. Кай, вставай! Вы должны кое-что увидеть. Что? Я пролетел над туманом и увидел какую-то структуру. Доннаван вчера вечером у Майя поменил силосохранилище, помнишь? Хорошо, дай мне минутку. Эй, Доннаван. Ты поднялся, чувак? Доннаван, ты копируешь? Копируешь. Окей. Так, ну припасы ты не забираешь. Да, он только их, получается, расставляет. То есть он с собой их не берет. Огонь потух. Есть ты не ешь. Отсюда ты не выходишь. Так, ну я, получается, предлагаю идти за ним. На связи пока ничего нет. Он, наверное, все еще на улице, холодный. Я имею в виду спит. Где-то твоя структура? Нет четкой пешеходной дорожки, но эта поляна ведет нас в общем направлении. Какая поляна? Вот это? Ну, пойдем. Да бегу я, бегу. Ни припасов с собой не взял, ничего. Просто бежит и все. Да еду я. Типа налево через какую-то деревню. Еще пикнуло. Ну, пошли налево. А-а-а, я вижу. Итак, Донован, похоже, хорошо справляется со своим затруднительным положением. Я имею в виду, что и все обстоятельства. Ну, я тоже полагаю. Конечно, сложно полностью оценить его душевное состояние из-за того, что... Слушай, это уже плохо, что ты все время пытаешься вбить мне в голову. Я имею в виду, я понял, это твоя работа, но сделай нам все одолжение и держись подальше от него, ладно? Почему ты это сказал? Скажем так, я не думаю, что это поможет ситуации. Что ты акаешь? Это тупик? А, он прыгает сам автоматически, я ничего не нажимаю. Ух ты, е-мое. Вот это, конечно, у тебя был прыжок. Эй, это я. Все еще пинаешься? А кто это? Ты держишься? Держусь, у тебя все в порядке? По крайней мере, у одного из нас дела абсолютно лучше, чем у дверного гвоздя. Как нога? Довольно опухло. Ну, я справлюсь. Просто рад, что шторм утих. Так каков наш статус? Я иду куда-то. Не уверен, следует ли мне следить за этим дроном, но он якобы что-то видел. Может, ваша силовая остановка? Доброе утро, Дон Иван. Как спалось? Будут как и мышь застревляющие на клевом... Видишь что-нибудь новое в свете? Еще несколько деревьев, больше ничего. Место большое, чем я думал. Еще больше бункеров. Просто держись, нам не нужно, чтобы мы оба заблудились здесь. Безпокойся об этом. Это нога ни хрена не таскает. Нога ни хрена не таскает. Так, а что мы пошли как-то не туда? Вот мы реально ушли и не взяли с собой ничего, ни припасов. Странно какая-то тень, да? Вроде там горы нет, камней нет, но туда почему-то есть тень там. Странно. Так, я залез. Ты летишь? Красавчик. Вроде лифт какой-то. Что-нибудь интересное наверху? Мы просто что-то нашли. Не уверен. Кто-то вроде подъем на обрыв. Что-то возьми это место. Не знаю, может быть один из тех новых заводов на суше в качестве резерва на случай наводнения в привлежной зоне. Думаю, вы видели на рабочих. А да, забыл поймать всех людей, бродящих здесь. Конечно, я ничего не видел, говнюк. Вы думаете, что я бы сказал? Через лес идет тропа, но я не уверен, куда она ведет. О, я вижу кое-что еще внизу. Минутку. Какие-то камни. Подожди, а что он как-то странно уехал прям внутрь, в текстуру, в землю? Я думаю, тебе стоит взглянуть на это. Кай, сюда. Просто вверху кабины нет? Да подожди, я еще ничего не вижу. Я вижу только какие-то камни. Держи меня в напряжении, чувак. Я не думаю, что это на нашей электростанции есть гигантская спутниковая антенна. Гигант, что теперь? Думаю, только что нашел то, для чего нужна эта сила. О, это настоящее открытие. Держись, там внизу должна быть какая-то помощь. Нифига. Установочка. Прыгать будем? Пошли в обход. Лифт наверх, но не работает. Не думаю, что там есть люди. Возможно, это автономная станция. Черт возьми, мы сделали это? Надеюсь, они оставили нам свежее оваление в баре. Я практически могу попробовать это сейчас. Это все, о чем ты сейчас думаешь? Эй, мужик, парень должен поесть, да? Я сильно не думал об этом. Просто пытаюсь вытащить нас отсюда. В любом случае, вы просто живете за счет моторного масла, так что в этом нет ничего нового для старого Кая. В любом случае, давай оставим эти батарейки не надолго, пока я еще не осмотрюсь. Я переживаю, когда будет что-то новенькое. У двух старых друзей должна быть история, верно? Ты прав. Ваши файлы действительно не дают полной картины. Почему? Что случилось? Я полагаю, он сказал бы, что мы своего рода соперники. А то был. Вероятно, он все еще так считает. Некоторые ребята просто иначе справляются с трудностями службы. Во всяком случае, теперь это древняя история. Знаете, люди со временем меняются. Иногда даже растут. Вы должны дать ему шанс. С родственниками становится все труднее найти хороших друзей. Давай сначала выйдем отсюда, да? А потом уже будем думать. Давать шанс, не давать шанс. По крайней мере, здесь хотя бы есть нормальная тропа. Это он, оказывается, поет. Думал, наш главный герой поет. Это, оказывается, наш робот поет. Ну и где здесь дверь? Е-мое. Так, ну опять шли искать теперь входную дверь. Вокруг забор. Это как будто какие-то витрики, но только не той формы, да? Ну, слушай, забор сломан. Возможно, это дело уже давно заброшенное. Никакой панели нету. Продолжение следует. То есть, это вся демка? Ну, маловато, конечно, маловато. Да, благодарим вам за ранее знакомство с Arctic Awakening с помощью этой демо-версии. Мы надеемся, что вам понравилось. А нам еще много предстоит рассказать и много улучшить. Добавьте на нас в список желающих на Steam. Это поможет нам стать более заметным и отправить вам уведомления о выходе игры. Кроме того, попереествуйте на нас в Discord и социальных сетях. Ну что ж, вот такая вот игра. Планируется выйти в этом году. Пишите свои мнения в комментариях. На сегодня мне все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Дзен. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Видимся в следующих играх. Всем удачи, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok